всем привет с вами велобаза сегодня у нас познавательное видео и мы хотим поделиться с вами нашим маленькой радостью у нас появился вот такой замечательный инструмент от компании парктул что это такое это торцевалка тормозных креплений вот она в общем что она делает если простыми словами она позволяет вывести посадочные места тормоза любого стандарта то есть и spm flat mount в плоскость или в параллель с ротором или осью колеса представьте себе такую ситуацию вот пытаетесь вы настроить свой тормоз чтобы он не тер и вот никак у вас не получается вот хоть тресни как не затягивай его перекашивает вот очень вероятно что ваше крепление тормоза не соосное с протором и вот в таком случае вот эта вещь она может решить проблему давайте как вы сделаем как мы любим сразу в бой сразу пойдем торцевать мы подготовили вот такую раму рама практически только что из покраски вот закрасились прям вместе с посадочными местами по тормозы это крепление так называемый с сейчас мы их торцуем значит так с чего нужно начать здесь множество деталей прям как конструктор для взрослых нам нужно подобрать подходящую ось конкретно в данном случае нам нужно вот эта ось а вот умеет вот если у вас под байк его можно сделать пошире вот точно такая же есть для передней для вилки здесь тоже самый конструктив просто она меньше но в данном случае нам нужно именно вот эта ось нам нужен нам нужна вот эта фреза вот этой частью мы и будем торцевать ручка крутилка но здесь все понятно также нам потребуется вот эта вот деталь и вот это все этого нам достаточно а нет недостаточно еще нам потребуется вот этот болт для работы с этим инструментом нужен шестигранник на 5 тут все лишь один размер поэтому можно даже положить сюда дежурный шестигранник пусть будет собирать наш конструктор для взрослых берем вот эти две детали вот так вот прикручиваем затягивать не нужно просто пока наживляем так надеваем их на вот эту вот на нашу деталь ориентация так вот так не принципиально можно по-любому пусть будет вот так и надеваем вот этот ограничитель он нам в процессе потребуется ставим нашу хитрую конструкцию в раму так вот это вот нужно затянуть чтобы наша ось не разъезжалась как бы здесь процедура от установки обычного колеса не отличается то есть представьте что это ось колеса это не очень заходит потому что дропауты внутри прокрасили убедитесь что ось села до конца а то отторцуете под криво установленную ось то поставите колесо и у вас все станет еще хуже вот убедитесь что ось полностью встала силой и и зажмите зафиксируйте все у нас есть ось от которой мы будем отталкиваться это наша плоскость мы должны соответственно вот эти посадочные места сделать четко перпендикулярными оси устанавливаем наш фрезу ну можно сначала в нижние можно верхние не принципиально вообще поглядите вот так визуально прикиньте просто в какую сторону у вас кривее здесь она в принципе все ровное то есть нам нужно только краску парам прогнать поэтому давайте начнем с верхнего устанавливаем вот так фрезу в отверстие вот фиксируем вот это место чтобы она не люфтила все эту деталь мы пока не трогаем сейчас она нам не нужна устанавливаем крутилку не забываем капнуть специальной жидкости для торцовочных работ не обязательно прямо именно ее то есть в принципе любое масло для торцовки оно подойдет тоже в принципе любое масло подойдет главное на сухую не торцуйте на сухую плохо начинаем крутить вот пошла краска пошел грунт давайте посмотрим как у нас дела можно еще чуть-чуть буквально чуть-чуть вот этого достаточно проверяем еще раз что все четко все четко теперь очень важный момент нам нужно соблюсти так сказать глубину торцевания чтобы вот они между собой были параллельны что мы делаем мы берем ограничитель вот нажимаем до конца берем ограничитель и фиксируем его на оси вот так вот то есть теперь когда мы будем торцевать вот этого мы не сможем уйти глубже чем вот это так откручиваем вот эту часть ослабляем переставляем вот то есть она тут гнется во всех плоскостях ставить можно как угодно но в данном случае нам нужно поставить ее вот так вот фиксируем вот здесь вот болтом вот и обратите внимание вот наверное лучше всего будет видно с этого ракурса что у нас вот здесь между вот этими плоскостями появился зазор вот это вот настолько они между собой не совпадают сейчас мы сделаем чтобы они совпадали поймал не забываем от отрезной жидкости начинаем торцевать вот здесь крутить не очень удобно поэтому если у нас есть под восьмой шестигран мы воспользуемся удлинителем очень сильно не нажимаем мы поражняком не крутим как бы давление умеренное еще немножечко то есть какой-то момент стружка перестанет идти пока она еще и пока еще нет пока не все ну вот все дальше она дальше я уже чувствую что все мы уперлись в ограничитель а ага вот смотрите довольно интересный случай они все-таки изначально были не особо ровные мы вывели их в одну плоскость но это до конца не отторцевалась значит что мы делаем мы снимаем вот этот ограничитель нам он сейчас опять не нужен и мы начинаем торцевать нижнюю ровно до того момента пока она не станет гладкой в зеркало проверяем вот уже близко уже немножечко осталось вообще когда приходится много снимать то может быть миллиметр два миллиметра иногда имеет смысл воспользоваться шуруповертом но главное без фанатизма что так можно раму насквозь просверлить ну вот все четенько и так теперь повторяем ту процедуру только теперь мы отталкиваемся от нижнего уха мы ставим ограничитель так вот ограничитель мы поставили и теперь ослабляем вот эту вот вот этот болт и переставляем ее в верхнее ухо затягиваем болт вот кстати не особо то и много тут у нас с толщину ногтя тем не менее выбрать нужно сейчас протру ну и вот что мы получили от торцованные крепления стандарт и с вот вот на такие тормоз станет просто шикарнейшее перекоса не будет точнее встанет адаптер потому что сейчас обычно все тормоза у нас пост маунт а теперь значит вот мы показали как торцевать и с крепления но ни одним же и с креплением как бы на нем велосипеды не заканчиваются эта машинка позволяет торцевать любые крепления можно пост маунт можно флэт маунт но у нас вот в данный момент нету вот такого вот пост маунта чтобы вот показать вам они то есть они все прямые к сожалению а может и к счастью наверное все таки к счастью поэтому я просто соберу и покажу вам как эта конструкция должна выглядеть для пост маунта так во первых фрезу нужно будет заменить что это фреза подходит только к и с ну предположим мы оставляем вот эту ось это ось нашего колеса теперь нам потребуется вот эта деталь как ее ставить тоже не принципиально то есть уже вопрос удобства вот так вот так ограничитель в нашем случае высоты уж по основам зависит от высоты вот это это наш ползунок и на него мы ставим вот эту фрезу она кстати очень интересная у нее вот так реализовано все и прикручиваем ее так это нужно будет вот так сделать а в принципе мы можем вот так да вот так он нам даже удобнее будет и вот так вот так откручивается вот так оно крутится то есть принцип здесь в принципе тот же самый что с эсом просто у нас добавляется колено который загибается этот конструкт на 90 градусов точно так же действуем в случае с флэтмаунтом вот эта вся конструкция остается вот именно в таком сборе как и есть но нам еще необходимо конкретно в сам флэтмаунт то есть в ушки нам нужно будет вставлять вот такие пеньки они выступают ролью ограничителя чтобы мы слишком многое не старцевали вот ну с флэтмаунтом рамы встречаются очень редко это обычно шоссе циклокросс у нас даже и не на чем показать нет у нас такой рамы ну в общем как то так самое главное что что вот любые проблемы с тормозами которые возможно решить торцевалкой вот этой торцевалкой решить можно и она у нас есть поэтому мы ждем вас всех в гости приведем ваши тормоза в порядок теперь мы можем с вами была Велобаза вот до новых видео всем пока пока